Всем привет! С вами Прия. Сегодня речь пойдет о получении легендарных предметов в тысячном уровне. Как их преобразовать с 970 до 1000, чтобы они продолжали радовать нас своими бонусами и чудесными цифрами. Итак, начнем же. Чтобы все это дело реализовать, начиная с завтрашнего дня, с 29 числа, дня открытия Анторуса, начнется там рейдовое освоение, все что только возможно, и все это дело будет стримиться, и вы это можете увидеть на моем твич-канале, который, ссылка есть в описании, с тем, что нам нужно будет взять квестик у Чараманта Верделя. Находится он в Даларане, в магазинчике, в здании, где обучают кузнечному делу. Танки наше все. Собственно, как это было и с получением 940-х легендарных предметов, и 970-х, и в текущий момент 1000-х, мы подходим, берем квест, и квест говорит нам об одном и том же, то, что нам нужно пролутать 50 сущностей. В текущий момент они называются пробуждающими. Пробуждающая сущность используется для улучшения легендарных предметов легиона до 1000-го уровня. Откуда же они выпадают? Ну, так как я сказал, что нам их нужно собрать 50 штук, их сбор весьма затрудняется, так как мы можем получить их лишь определенное количество в неделю. Итак, 20 штучек мы получим со вскрытия недельного сундука, того, которого мы вскрываем в среду, с которого улучаем чудесные, очень нужные вещи. Ключевое слово «нужные». Далее, с рейда, убивая актуальных боссов, боссов, которые находятся в Анторосе, в Пылающем Троне, мы также будем получать сущности. В количестве от 2 до 5 за локальные сундучки, аналогично, от 2 до 5 сущностей. Также за случайное подземелье, героическое, будем получать 5 штучек этих сущностей. За PvP 2 на 2, 3 на 3 и 10 на 10 при выполнении этих звездочек, сбора полутора тысяч очков чести, мы будем получать 7 этих сущностей. Итак, и я так подумал, а сколько же можно сущностей собрать, ну, если, допустим, в первый день так заморочиться и даже без участия рейда все это дело реализовать. Не знаю насчет сундуков, честно скажу вам, насчет локальных сундуков, то, что есть ли смысл их засаливать и вскрывать именно в среду, то есть забирать у интендантов именно в среду и вскрывать для получения субстанций. Ну, давайте подумаем, что нет, и это не прокатит. Ну, подумаем. Окей, если прокатит, то хорошо, если нет, то, ну, ладно уже, че уже. Итак, в саму среду мы все равно получаем один сундук посланника и делаем его, получаем, ну, в среднем, скажем так, 4 сущности. Хорошо. 4 сущности мы получаем с локального сундучка, одного. Со вскрытия мифик сундука недельного мы получаем 20, уже суммарно 24. Выполняя все звездочки, мы получим еще 21 субстанцию сверху. Это получается 45, и пройдя обычное подземелье, мы получим 5 сущностей. Итого 50 сущностей. По-моему, с математикой у меня все нормально, вроде бы в Дреноре я занимался голдвармом, и точность в подсчетах это было мое самое главное оружие, которым я активно пользовался при подсчетах каких-либо цифер. Итак, в первый день можно апнуть одну легендарку, пройдя полностью рейд. 11 же боссов у нас в рейде, правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, от двух до пяти. Если вы очень везучий человек, то и с рейдовых боссов при их убийстве пролутаете максимальное количество сущностей и получите еще один ап легендарочки. Не забывайте каждый день ходить в случайные греческие подземелья и каждый день выполнять сундуки посланников. Всех вам благ, счастья, здоровья, максимального количества сущностей желаю вам. Ну и хорошего лута с недельных сундуков. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok